Шаббат шалом, Ребе Олег. Шаббат шалом, Пасторед. Сегодня у нас новая встреча и интересная тема, на мой взгляд. Ну, я ее назвал «Против течения». Хочу тебе напомнить вначале один интересный библейский текст. Интересно, что ты думаешь о нем. То есть наши размышления на тему «Против течения» начнем с этого текста. Я предлагаю начать с этого текста. Это книга «Откровение», 2 глава, 12, нет, не 12, а 13 стих. «Знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и нет трекса от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен, верный свидетель мой, Антипа». Ну, не так часто Библия, особенно Новый Завет, используют имена своих героев. Но здесь мы читаем имя, возможно, человека, которого Господь называет своим верным свидетелем. Что ты думаешь вообще об этом имени, об этом человеке? Что ты знаешь об этом? Я вот впервые, честно говоря, задумался о том, что это имя помещено здесь, именно как имя. И понятно, что, наверное, для существующей на тот момент физической общины церкви в Итергаме это была известная история. Но я думаю, что это некий пророческий аспект, который помещен не случайно на все поколения. Интересно, что значит имя Антипа? Я думаю, что ты уже исследовал, я хотел бы, чтобы ты поделился. Да, я не зря именно с этого текста начал, потому что очень давно, я помню, читал об этом у кого-то. И автор говорит, что пытался исторически исследовать. Но если ты наберешь это имя, там будет предположительно, что это пресвитер церкви в Итергаме, что это какой-то христианский лидер. Но, насколько я понимаю, что особо исторически нигде эта личность не фигурирует на фоне других христианских лидеров того времени. И автор выдвинул предположение, что это не человек, непосредственно как человек, а некий образ, в какой-то мере пророческий, о чем ты уже сказал, верного Богу человека в тяжелое время и в тяжелом месте. Тут же не только время, еще и место особое, престол сатаны и прочее. И что вот этого верного свидетеля Господь назвал Антипа. Это как бы не связано с личностью, а связано с образом. Образом верного Богу человеку в тяжелое время. И вот имя Антипа в переводе с греческого это против всего. И автор, когда говорит об этом образе, он говорит, что, скорее всего, верующий человек, который жил в то время в Пергаме, чтобы оставаться верным Богу, должен был занять позицию против всего. Потому что все, что его окружало, оно было прямо или косвенно связано с каким-то нечестием, с каким-то идолопоклонством, с какой-то безбожностью. И он вынужден был бы занять позицию против всего, что его окружает. И при этом его жизнь должна была быть явным свидетельством для окружающих. Его образ жизни и его служения. Понятно, что он свидетельство проповедовал, но я думаю, что сама его такая позиция уже была свидетельством и светом такой обстановки. И бросала вызов обществу. Потому что человек был не такой. Ну, понятно, что не зря был умершлен, да, потому что светильник стоял в темном месте. В прямом смысле влиял на других людей, освещая их, может быть, что-то вскрывая в жизни других людей. И, знаешь, из этого появляется такая идея, что если человек по-настоящему хочет быть верным свидетелем, ему нужно занять позицию. И эта позиция, в принципе, озвучена здесь этим именем Антипа, Антипас, как бы противостоящий всему, вот так вот буквально в полном смысле слова. Давай тогда разберемся на самом деле. Потому что здесь, как бы, наверное, должен быть баланс, да, где вот эта вот грань, непринятие всего, да, вот этой позиции отрицания, позиции противостояния всему. И в то же время, чтобы не стать таким, не знаю даже, как это сказать, корректно, да, таким недовольным религиозно... Религиозным скептиком. Ну да, 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 то есть больше, наверное, даже не скептиком, а таким негативистом, да, которому все, ну, все не нравится, все не то, все неправильно. Который не видит свет в конце туннеля или видит в этом свете набидающуюся электричку, да. Ну, да, может быть, что-то такое. Давай попробуем тогда с этим разобраться. Ну, интересно, можем по тексту, да, еще пару слов? Да, конечно. Интересно, что Господь, ну, показывает себя, да, потому что начало каждого из этих посланий, Господь показывает себя каким-то образом. И здесь Господь говорит о себе, как о имеющих, умеющих обоедобностях, да. То есть, как бы... И мы знаем, что это явный образ, это явный образ Писания, да, то есть, как бы, который Библия, Новый Девятый, Магафарма, как бы, подтверждает, ну, законное столкование этого образа, этой легории. И я думаю, что это тоже не случайно, как бы, в этом послании, да. И второй момент, который, ну, как бы, интересен, что он общий для всех посланий, но он, в действительности, интересен и в этом смысле. Знаю твои дела, да, потому что речь идет не о словах, лозунгах, заявлении. И, кстати, это серьезный удар по тем, кто только в благодать, без дел, без ничего. Потому что Господь обращает внимание, говоря, ну, как бы, к своим церквям, на все времена, как мы верим через его откровение. Он говорит, я знаю твои дела. Именно я обращаю внимание на твои дела. Вот. Интересно, как бы, по-моему, очень интересно. Вот. И что интересно, что это дела в определенной обстановке. Если мы говорим о теме про предтечения и каким-нибудь с этим разбираться, то это дела, во-первых, в постоянной негативной обстановке, потому что там написано, что ты живешь там, где престол Сатаны, да. То есть это постоянная атмосфера. И вот эти дела, они уже против течения. Они уже против привычной атмосферы, давления, действующих духов, устоев и так далее. И дальше написано. И что ты держишься имени моего. То есть понятно, что если Господь это подчеркивает, то это было вызовом. То есть в этом, значит, было, ну, уже целое дело, если можно так сказать, да. Что смотря на это, Господь говорит, да, в такой обстановке, в которой живет эта церковь, эти люди, то, что они держатся моего имени, это дело очень серьезное. И дальше говорит, что не отрекся от веры в меня даже в те дни. То есть, помимо того, что это была в целом такая атмосфера, и они противостояли этой атмосфере, держась, как бы, ну, плывя против течения, то они еще, то есть, как бы, эта атмосфера, она менялась в разное время, и она могла сгущаться, и были какие-то еще особенные дни, именно в которые мы говорим об этом человеке, образе, да, типа, или, там, собирательный образ, да, там, они, ну, были умерщвлены, то есть настолько они держали семьи, настолько они, как бы, скажем, действовали вопреки, что это им чего-то стоило, их позиция, да, это им по-настоящему чего-то стоило. И когда другие смотрели на это, они не потеряли веры, не разочаровали, и не отреклись от веры, да, потому что для них это понятным образом, они понимали, чего им может стоить их позиция в ухудшающейся атмосфере, обстановке и обстоятельствах, в которых они находились. Я думаю, что это важные, как бы, ну, моменты, которые обрамляют картину, ну, вот, этого места писания, и если мы говорим о том, что крутит течение, то это важные такие, просто нюансы, которые показывают нам, что по этому поводу. Да, это интересное наблюдение, да, здесь явно на этом Господь делает ударение. Давай, наверное, об этом попробуем поговорить, чтобы очертить какие-то, может быть, границы, что ли. Ну, вот, допустим, если мы говорим против всего, и мы на это смотрим в формате такого общего уклада жизни, да, каких-то принципов, каких-то моральных устоев, каких-то критериев, там, оценки, да, то есть каких-то моделей поведения, ну, то, что привычно, то, что, скажем так, естественное поведение человека, то, что, как говорится, природно, да, то есть и эти модели поведения, это течение, оно есть у нас, ну, вне нас, да, уклад жизни, какие-то принципы, по которым живут люди, то есть и есть внутреннее течение. Внутри нас то, что мы, как бы, называем, в кавычках, природным укладом, природным мышлением, природной системой ценностей, и мне кажется, это две разные вещи, два разных течения, внешнее и внутреннее, и если мы хотим быть честными перед Богом, да, если мы хотим быть действительно людьми по-настоящему верными Богу, нам нужно разбираться с этими двумя течениями, внутренним течением и внешней, внешней позицией, да, потому что, то есть можно, как бы, противостоя внешним каким-то течениям, занимая какую-то позицию, при этом что-то может быть нарушено внутренне, да, ну, допустим, то, что Павел говорит, даже если ты там тело на сожжение отдашь, да, но у тебя что-то неправильно внутри, то есть это бессмысленная жертва, да, то есть можно занять такую позицию, ну, помнишь, кстати, то, что Павел говорит насчет ревности не по рассуждению, возможно, он вспомнил случай с теми ребятами, которые заклялись не есть и не пить, пока не убьют его, какая ревность, да, какое стремление, какая безудержная сила, и на самом деле, если даже им пришлось умереть, какая, как бы, глупая жертва, в какой-то мере, печальная, конечно, печальный пример, ну, то есть наша позиция должна быть объективной, она должна быть честной, и не только внешне, но и внутренне. Если говорить о внутреннем, я не сильно закручиваю, потому что я умею, нормально, да? Нормально. Нормально. Мне понятно. Хорошо, спасибо. То есть, если говорить о внутреннем течении, давай, кстати, решим, начнем с внутреннего или внешнего. Так как вам угодно. Ну, давай, 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 как, с чего бы ты хотел, значит. Ну, давай с внешнего. Давай с внешнего. Ну, какие, допустим, примеры внешнего течения, которому нам надо противостоять, ты видишь в нашей жизни, вот чему нам действительно нужно противостать определенному внешнему течению? Ну, у нас с тобой была хорошая передача про суету. Я думаю, что течение суеты, то есть, таких повседневных забот, хлопот, временных целей, которые кричащие и выглядят, скажем так, срочными, важными, но не всегда такими являются, которые уводят нас от реально призвания и Божьего присутствия. Я думаю, что это одно из очень, один из очень сильных водоворотов, одно из очень сильных течений, на которые можно обратить внимание. Давай мы немножко расширим, но раскроем, чтобы это было практически понятно. Если мы занимаем позицию, то что значит занять позицию против суеты? Ты имеешь в виду как бы суетную жизнь? Да. Правильно? Я думаю, что мы можем переадресовать в хорошем смысле слова наших зрителей. Если кто-то не видел эту передачу, мы рекомендуем. Вот одна из, кстати, так сказать, топов в прошлом году передач по просмотрам. Поэтому я думаю, что там можно больше как бы послушать наши размышления об этом поводу, по этому поводу. Но в действительности все мы знаем, особенно вот как бы, что с определенным возрастом, да и, наверное, с течением времени, жизнь ускоряется. И много-много чего требует наше внимание и так далее, далее, далее. И здесь важно в действительности как действовать против этого течения. Первое. Это ясные и простые приоритеты, которых мы будем держаться. То есть, которые помогут нам отсекать лишнее, потому что невозможно пороться суетой, не отсекая лишнее прожиратель времени. Какие-то, как модно сейчас их называть, хотелки, и которые могут от нас требовать усилий, которые тоже будут, конечно, еще эти вечерни, да. И в действительности ясные приоритеты, связанные, связанные, как я уже говорил, с Божьим присутствием. То есть, чтобы мы уделяли, и это, ты знаешь, это, ну, чем дальше, тем труднее делать. Вот у меня такое впечатление. Потому что так много вызовало там отношений, требующих нашего внимания, времени и так далее. но ясные приоритеты, где мы готовы чем-то жертвовать, потому что, ну, невозможно быть против течения, ничем не жертвовать. И то, что мы прочитали вместо списания, ясно будет. Да, то есть, как бы, и выделять, ну, прямо планировать свое время и свое расписание каждодневное, с точки зрения вещей, которые будут привязаны к Божьим вечным, небесным целям, связанным с пребыванием Божьим присутствием и с явным служением Богу. То есть, с конкретными практическими делами. И я думаю, что также нужно планировать какие-то реальные остановки, где мы будем отключать интернет, новости, раздвигать все дела, все людей и просто вместе быть с Богом, чтобы посмотреть на свою жизнь, на то, куда мы движемся, потому что течение же оно несет куда-то, да. То есть, вот, как бы, я думал, что это один из таких моментов, на которые... Ну, смотри, если мы говорим о суетной жизни, да, помнишь, унаследованную от отцов, то есть, это что-то, что мы не выбирали, что нам досталось наследство, если мы говорим о течении, да, то течение, оно имеет силу увлекать за собой, то есть, оно, как бы, попадая в течение, то есть, если ты ему не противостоишь, то есть, оно тебя несет, правильно? И, кстати, помнишь, когда Павел говорит к Коринфянам, по-моему, 12 глава, мы начинали, когда говорить о дарах духа, мы начали с этой главы, когда он говорит, что раньше, когда вы ходили к безглазым идолам, словно бы вас ввлекли, там есть такой образ, такой неосознанной тяги, как будто бы тебя кто-то тащит, да, и ты находишься под влиянием каких-то сил, которые тебя тащат в каком-то направлении, даже не осознавая, даже не осознавая, почему, да, вот он же, когда говорит о безглазых идолах, он говорит, они же молчат, они же вам ничего не дают, почему же вы к ним ходили, да, то есть, что за тяга, что вас влекло к ним, и если вот это вот течение, да, мы рассматриваем как такую подсознательную тягу, которая человека тащит куда-то, да, то есть, здесь Павел вот с этой тягой, он рядышком ставит идею идолов, да, то есть, как бы мы должны осознать, что вот эта тяга, то есть, суетная жизнь сама по себе, это не просто водоворот, то есть, это стремление к каким-то целям, пускай не до конца осознанное, но нам надо осознать, к чему, собственно говоря, я стремлюсь, что является моей целью, да, то есть, если говорить об идолах, то не так там их у нас и много, давай попробуем обозначить этих безбошных идолов в какой-то мере, да, как бы, к которых нас тащит вот эта вот суетная жизнь. Ну, вот мне понравилось слово, которое прозвучало одно из них, это увлекает, да, что течение, оно увлекает. Вот это как раз, если эти характеристики этого идола, то это как раз влечение, да. Смотри, Олег, сейчас маленькая поправочка, я бы сказал жестче, не увлекает, а утаскивает. Да, но начинается увлечение. Если ты, если ты возле бережка еще, да, пощикал, ну, помнишь этот образ, а дальше уже нельзя было идти, потому что поток тебя уносит, то есть, то есть, как бы, наступает момент, когда, допустим, стремление к комфортной жизни становится таким течением, которому ты не можешь противостоять. И ты, даже понимаешь, что это неправильно, и это уже жесткий компромисс, а может и грех, но человек не может противостать, и пока он не разберется с идолом комфорта, да, или другие какие-то есть вот такие идолы, которые заставляют человека следовать в каком-то направлении, утаскивая его. Помнишь, кстати, это, когда говорится, по-моему, в притчах, когда говорится облуднице, да, и он пошел за ней, как телец на убой. Да. То есть, как будто бы, увлечение. Каждый увлекается, обращая собственный пол. Да, он как бы вроде как понимает, куда идет дело, но он не может, потому что его туда тащит. Да. Поэтому я думаю, что это явное такое, как бы, действие технического. То, что увлекает и постепенно вытягивает, а потом уже прихватывает и контролирует. То есть, то, что уже держит потом в рапсе, потому что так действует любое безбожное течение. Если человек, причем, понятно, что чем дальше человек уходит и поддается, тем больше в определенной мере надо усилий, чтобы выйти из этого течения. То есть, это тоже такой момент. Но, поэтому это приводит к простой ясной мысли, что мы должны смотреть и проверять свои желания. желания. Нельзя есть слово похоть в Библии, похоть плоти, похоть очей и гордость житейства. Мне кажется, что это вот такие конкретные характеристики этого извлечения и действия в Библии. Ну, видишь, говорили о внешнем, а пришли к внутреннему, да, как это все взаимосвязано. смотри, просто мне кажется, что с этой точки зрения, как бы, любое внешнее течение, оно имеет силу, только если оно проникнет в вовне. То же самое с Божьим течением, да, если мы пустим его в вовне, да, то есть, как бы, или если оно уже отзывается у нас есть внутри, да, то есть, как бы, ну, сами по себе разные обстоятельства, понятно, что они имеют силу, имеют свою, так сказать, силу этого течения, но по-настоящему они нас захватывают только если они находят внутри нас, брешь и протекают внутрь. Да. Вот, или если мы явно корабль в море, это хорошо, а море в корабле, это плохо. Да, это очень плохо для корабля. Хорошо. Значит, ну, смотри, мы первое выделили внешнее течение, которому нам нужно научиться противостоять, это вот эта суетная жизнь, которая вращается вокруг угождения себе, своим хотелкам, как ты сказал, да, связанным с какими-то внешними идолами, которые в этом мире. Комфортная жизнь, признание, восторженность, плюс компенсации, которых мы говорили в несколько встреч до этого, да, касательно мотивации по тому же Фрейду, Адлеру. То есть, человеку надо с этим, ну, приходится с этим разбираться, если он хочет противостать течению. Он никогда не противостанет течению, пока он не осознает, что и куда его ведет, пока он не увидит, что это неправильно, не признает это, потому что многое же люди говорят, то есть они, ну, если мы говорим о комфортной жизни, то это не значит, что мы против комфорта, что мы, знаешь, за такой аскетизм, влосеницы, спать на полу, да, там, то есть и ты, я, мы сидим в относительно мягких креслах, в светлых домах, да, то есть, и мы позавтракали и выпили кофе, правильно? Обязательно. То есть, ну, как бы, это не является греховным, но жить ради этого, это не очень хорошо, да, и, ну, допустим, слава Богу, у нас есть такая возможность сегодня, то есть, мы рады, мы благодарны Богу и пускай эта возможность сохраняется, но если вдруг нам придется платить за эту цену, которая уведет нас с Божьего пути, нам надо иметь мужество и мудрость отказаться. Что еще можно охарактеризовать как такое внешнее течение неправильное в этом мире, которым нам нужно научиться противостоять? и, ну, смотри, я просто стараюсь идти от большего к меньшему всегда. Это достаточно сложно, да, вот, как бы, увидеть какую-то глобальную, как бы, проблему, а потом уже разделяя ее на части, рассматривать, как бы, общие детали. Знаешь, увидеть дракона, а потом понять, где у него какая голова. то есть, что ты вот видишь, как одной из таких глобальных основных проблем в этом мире, которые, ну, вот, мотивируют людей, создают вот это вот течение, которое какое-то неправильное. Мы когда-то говорили с тобой про Амелос, да, про вот эту вот идею, что в этом мире есть такой, как бы, такая проблема, что счастье одного приносит несчастье другому. И здесь надо тоже, как бы, занять какую-то позицию, да, чтобы мое счастье не стало кому-то несчастьем. Это тоже, ну, такая... Но счастье это тоже один из видов современности. Вот, кстати, да. А что вот еще, кроме вот такого эгоцентризма, потому что вот эта проблема, проблема Амелоса, о котором мы говорили, это эгоцентризм. То есть я и никого другого. Даже когда человек осознает, что его, в кавычках, счастье становится несчастьем других, но он не может пожертвовать своим счастьем, то есть он выбирает все равно себя, свое счастье, свой комфорт, свой престиж, еще какие-то находит для себя ценности, которыми он не может пожертвовать, да. И здесь надо тоже, конечно, ну, мудрость и мужество в этих вопросах. Но вот что бы еще ты выделил из таких глобальных проблем этого мира, которым нам нужно научиться противостоять, кроме эгоцентризма? Хороший вопрос. Может, у тебя есть какие-то мысли, пока я подумаю? Ну, смотри, мне кажется, что одна из проблем, просто наблюдая за людьми, общаясь, обсуждая какие-то вещи, видя искушения, которые часто встречаются на пути у человека, я заметил одно очень распространенное искушение, и его корни еще в Эдемском саду. Эту проблему можно увидеть по тому, как дьявол искушал первых людей. Он не заменил им цель. Он заменил им путь достижения цели. И он нарисовал им легкий путь. Легкий путь к тому, чтобы стать богами. По сути, задуман был какой главный замысел? Мы сделаем человека, подобного нам. То есть, человек станет подобным нам, пройдя определенный процесс воспитания, формирования. И вся история человечества, это и есть этот процесс, когда бог творит человека подобным себе, то есть, делает его частью себя. Это же удивительно. Это непостижимо, почему именно этот процесс выбрал бог, и грехопадение человека, и воскрешение его из мертвых, вот это все преображение. То есть, это же запланировано. Скорее всего, такие вещи иначе не делаются. Нам непонятен вообще, почему именно этот процесс выбрал бог, но мы понимаем, что это наверное единственный путь к этой вершине. Но дьявол людям показал другой путь, и он сказал, что это все намного проще делается. Это как будто человек хочет получить результат, но не готов платить цену положенную. Ну, допустим, к примеру, человек хочет получить диплом. То есть, он хочет, чтобы у него был диплом, который говорит... но на самом деле ты их не имеешь. И ты знаешь... Не только знания, но и навыки. Ну, и знания. Понятно, что вначале знания, а потом навыки. Это практически примененные знания. Но как бы и здесь очень часто мы видим, как вот человек, у него появляется искушение достигнуть цели, но каким-то обходным путем. Не заплатив должную цену за этот результат. Ну, это же одно из искушений миссии. Поклонись павшим мне, и я тебе все это дам. Да, кстати. Ну, это такая разводка, грубо говоря. Понятно, что та власть, которую я тебе дам, если ты поклонишься мне, то есть ты как бы обретаешь власть, становясь при этом подвластным. Понимаешь, это же не просто я тебе дам, то есть если ты мне поклонишься, я дам тебе власть, но на самом деле, то есть обретая власть, ты становишься под властью. Хорошо, что ты думаешь по поводу вот этого именно искушения, присутствует ли оно на твой взгляд в мире, и действительно ли нам, ну, мы с ним сталкиваемся часто. время и сверстно, ну, условно, начали с тем, что нужно будет терпеть, ждать, да, то есть, как бы, ну, даже простой пример, человек ждет свою пару от Бога, да, и, например, он ждет, время идет, а вот он не встретил еще такого человека, там, например, какому-то назначенному сроку, да, и он встречает кого-то, ну, кто явно не соответствует библейским ценностям и так далее, 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 но выбор продолжать ждать или поддаться этому течению и иметь уже прямо сейчас, вот, как бы, мне кажется, такой простой элементарный пример того, о чем мы говорим, и человек срезает угол, чтобы не находиться под давлением, не находиться, как бы, вот, в этом состоянии, не продолжать ожидать, потому что нужно противостоять течению, что говорят люди, как реагирует окружение, твое собственное надо там тело, еще какие-то вещи, да, то есть, как бы, а продолжать ждать, и это требует противостояния, то, о чем мы сегодня говорим, невозглубь, то есть, как бы, тебе нужно быть против определенных вещей, чтобы однажды, грубо говоря, противостоять этому течению, другое течение привело тебе или тебя к тому, что предназначено Богом в свое время, и здесь хочется связать Богом, когда мы хотим все это получить, есть такая американская пословица, которая полностью согласна, ты либо платишь, а потом играешь, но ты либо играешь, а потом платишь, но платишь ты по-любому, и вот когда человек говорит, цена слишком высока, да, чтобы ждать, например, чтобы взять правильным образом, или чтобы не принять что-то, то все равно потом есть цена, потому что платишь ты, по-любому, ты не уйдешь от цены, вот как бы важная момента, сократить путь в этой ситуации, это не только дождаться своего, но и взять это правильным образом, вот как бы, мне кажется, этих два вызова, их нужно помнить, когда мы говорим, что ты против течения, это не только дождаться, да, и понять, вот оно, но и взять это самым правильным образом, который, опять-таки, пример Мессии, да, или Татемский, там, можно взять пример известный, если мы про брак, пример, который появится очень часто, примером Нона, да, когда ему говорили, что, ну, послушай, нету такого обычая в Израиле, возьми меня законно, да, то есть, есть путь, который будет законен в этой ситуации, да, то есть, как бы, и это может более долгий путь, это не здесь и сейчас, но это, опять-таки, терпение, правильные шаги, но тогда приходит благословение, наследство, захваченное с распрешностью, не будет благословлено впоследствии, то есть, оно твое, но оно твое, твое время, если ты берешь свое, сокращая путь, поддаваясь течению, то тогда, как бы, ты не получишь того благословения, которое, в принципе, было сокрыто и приготовлено и принадлежало по праву, и это было, и это приготовлено как благословение, но если ты не берешь это правильным образом, оно не становится благословением или не раскрывает всю полноту того благословения, которое Господь приготовил в этом вопросе. Да, это серьезная вещь и здесь есть над чем задуматься сейчас и в будущем это очень, очень серьезный вопрос, над которым много стоит думать, анализировать и иметь мужество, мудрость и силу противостоять этому искушению. Но вот это и есть тоже определенное, часто неосознанное, но очень сильное течение этого мира. Взять сейчас, не заплатив должную цену. Но это все фикция на самом деле. То есть, это то, что не имеет подтверждения от Бога, оно не имеет поддержки, то есть, рано или поздно оно все разваливается. Хорошо. Когда-то я видел ролик такой социальный, там мужчина взял взятку, он был в комиссии, которая принимала экзамены у врачей будущих, интернов там, вот, и он взял взятку, чтобы вызвать диплом и потом показано по истечении нескольких лет он попадает к этому врачу, которому он продал диплом неполифицированный и ужасный в улице. Мне кажется, что это тоже иллюстрация. Да, это серьезно. Хорошо, а если мы перейдем к внутренним течениям, что бы ты здесь охарактеризовал, что же там за внутренние, порой неправильные течения протекают в нас, которым нам нужно противостать? Я бы назвал одно из таких течений это инерция. Внутренняя инерция двигаться по уже намеченному пути, привычному пути. И очень часто вот эта внутренняя инерция, она как раз подкрепляется внешним течением обстоятельств. Да, так говорят, человек течет по течению, плывет по течению, да, то есть, куда несет, куда-то да вынесет, И, например, если мы привыкли что-то делать, или как-то жить, или как-то катило, извините за слово, да, вот, причем это катилось, катило, это в моем лексиконе воспоминание о том, как везли ковчег, потому что какое-то время катилось на этих быках, да, то, как этот язычников приехал, вот так они это приняли от филистинга, и тоже как бы так повезли, какое-то время оно же ехало, да, и когда вот, это инерция, и быстрее. Да, это инерция, это реальная инерция, то есть, вот эта внутренняя инерция, это большой брак, потому что он сродни суеты и, может быть, переплетается с ним. Но это такой аспект, на который стоит обраться в служении, в семье, ну, во многих-многих сферах отношения с Богом. Это очень важный момент, но знаешь, что я бы предложил здесь? Слово инертность, потому что инертность это или инерция, инерция, да, то есть, это как бы своего рода отсутствие движения. Это движение по накатанной. Это когда уже толкнулись с горочки, да, и ты как бы как тебя толкнули, так ты и едешь, да, может, какое-то время оно и едет, это же прекрасно. Только надо понять, что инерция, она имеет свойство, как ты сказал, перегреть в инертность, в отсутствие движения, застой. Что если нам взять слово аморфность? Аморфность это отсутствие каких-то четких критерий, какой-то четкой позиции, когда аморфное тело, оно может быть медленно затекает в какую-то емкость, принимая форму этой емкости, да, либо мгновенно. почему я говорю о слове инерция, потому что возможно в начале или на какое-то время, это было даже действие против течения, это было правильное, нужное, хорошее, то, что мы делали раньше, то, что работало раньше, то, ну, как бы то, к чему мы пришли, например, мы платили за что-то цены, молились, постились, условно, и мы пришли к какому-то моменту, уровню, и вот здесь начинается инерция, мы уже вошли, мы увидели какой-то рост, прогресс, изменения, достижения, и мы начинаем здесь уже подтормаживать, мы уже начинаем, и вот эта инерция, которая переходит в инертность и аморсность, то есть уже в такой неформенно мы теряем цель видения, как бы рост переходим из застоя в явный рост. Да, я понял твою мысль, я согласен с тобой, что вот это вот плыть по течению, это как бы в какой-то мере это есть и инертность, то есть когда ты позволяешь каким-то ситуациям тебя вести дальше и это не совсем осознанно, это связано с инертностью и с аморфностью, потому что аморфное вещество, оно не имея своей собственной структуры, позволяет любым вещам придавать им свою форму, то есть это когда ты как бы подстраиваешься внутренне под то, что происходит и не можешь внутренне противостоять, то есть ну то есть да, ты можешь идти по накатанному, по старым рельсам, потому что ну это это как бы привычная жизнь, да, не способна в течении есть приток, знаешь какой, называется я бы не стал привычка, но я бы сказал немножко так, не знаю, ли это будет правильная драматическая форма, свыкание с какими-то вещами, да, то есть как бы это может быть так отдельно как бы рукав далеки, скажем, но действительно даже в тексте, который мы читали в 14 стихе вот Ишуа говорит, что я имею против тебя, что у тебя есть там держащее учение Николай, да, то есть ну свыклись, ну да, но неправильно, но не очень как бы это правильно, не очень хорошо, но ничего, ничего, страшного, мы закроем на это глаза, мы проявим толерантность, мы не выступим против этого, может это хорошие люди, может это наши друзья, может нам это выгодно по тем или иным причинам, причем это люди радикально посвященные другим вопросам, но вот когда ты свыкаешься с какими-то неправильными вещами, да, и даешь им право быть, вот это тоже одно из таких притоков и разновидностей такого течения и инерции, которые становятся негативной и разрушают нас, да, может быть еще что-то в заключении по поводу внутренних внутренних течений, ну так, из того, что я хотел сказать, наверное, надо тебе добавить, что-то ну, то есть в принципе мы самое простое, самое явное обсудили, говоря как бы о внешних, но это все связано и с внутренним, кстати, снаружи человека и человечества ожидают те проблемы, которые у человека внутри, да, то есть этот мир, в котором мы живем, он всего лишь отражает, является отражением тех проблем, которые внутри человека, да, поэтому это две вещи, они отзеркаливают, ну как бы наш внешний мир отзеркаливает наше внутреннее состояние, поэтому они как бы и схожи, и вот это вот одно из основных направлений внутри человека неправильных течений, это действительно вот этот эгоцентризм, угождение себе противостоять этому привычному течению, так сказать, нормальной жизни или естественной жизни, потому что ну вот получается, что как бы то, что мы называем природно, да, вот это вот угождение себе, поиск легких путей, то есть это естественная реакция человека, да, когда он сталкивается с трудностью, это первая, первичная, естественная реакция, не отказываться от цели, соизмерять цену и искать более легкий путь с меньшей ценой, но при этом не уменьшать качество результата. Причем ты когда сказал естественно как бы по естественному течению, я подумал знаешь еще, в действительности это вызов для нас верующих жить верой в сверхъестественную посреди естественных простых вещей, даже не на уровне там греховный, а то, что является для нас вызовом не согласиться с какими-то моментами, тенденциями, и естественно еще понятно, что есть естественные вещи, естественные законы, которые работают и не всегда везде нужны и будут чудеса и откровения и так далее, но мне кажется, что мы не до конца раскрыли потенциал сверхъестественного в нашей повседневной жизни как бы с точки зрения того, как хочет Бог. и вот это течение естественного, которое просто ну а что ты можешь сделать и так далее, которое заставляет нас согласиться или поддаться хорошим вещам, не всегда хорошим, ну скажем, простым таким вещам, но которое лишает нас вот этого прорыва сверхъестественного и раскрытия божьих реальных чудес как бы повседневной нашей жизни. Хорошо, смотри, я хотел бы, ну у нас уже просто время, я хотел бы в заключении прочитать отрывочек из одного стихотворения, написал его один достаточно неизвестный в наше время поэт, вот оно как раз и называется против течения. Я прочитаю маленький отрывочек, конец этого стихотворения. В он и ж дни после казни спасителя, в дни как апостолы шли вдохновенные, шли проповедовать слово учителя, книжники так говорили надменные, распят мятежник, нет пророку в осмеянном всем ненавистном безумном учении, им ли убогим идти галилея нам против течения. И конец стихотворения. Други гребите Напрасно хулители мнят оскорбить нас своею гордынею. Наберег вскоре мы волн победителей выйдем торжественно с нашей святынею. Верх над конечным возьмет бесконечное. Сверуя в наше святое значение, мы же воздвигнем течение встречное против течения. Это Алексей Толстой. Вот такой вот небольшой отрывок. Как тебе стихотворение? Очень сильно. Очень прикольное, да? Я бы хотел, чтобы мы обратили внимание на последние строки. Здесь есть несколько интересных моментов. Одна такая промежуточная интересная мысль. Набрасно хулители мнят оскорбить на свою гордыню. Вообще мне нравится вот это вот «други гребите». Я часто про себя говорю, себе сам эти слова. Други гребите, да? И бывает, я могу кому-то это сказать, и человек может вообще не понять, о чем я, с какой стати, но для меня это такой символ продолжать движение. созвучно с тем, о чем мы говорили о лодке в буре. То есть «други гребите». Продолжать идти, несмотря на то, что весь мир, грубо говоря, против нас. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. То, что Антипа этот ощущал, почему он противостоял всему? Потому что на самом деле все было против него. Устои, принципы. И это давление, о чем ты говорил, оно не только внешнее, оно еще и внутреннее. Все против этой новой природы, все против этого нового мышления. Все это пытается подавить в тебе, это зарождение новой природы, нового образа мышления, новой жизни в тебе. И здесь очень важно, несмотря на то, что с презрением, примерно, им ли убогим идти Галилеиным, на самом деле, какие у них вообще шансы что-либо изменить в этом мире. И мы видим эту колоссальную непостижимую вещь, что благодаря верности вот этой маленькой группе галилеян презренных, мир на самом деле перевернулся и продолжает изменяться, потому что они продолжали грести, несмотря ни на что. Поэтому «Други гребите» это хороший для меня призыв. И вот это напрасно «Дохулить» или «Мнят» оскорбить на свою гордыню. Здесь тоже очень интересная деталь вот этот поэт говорит, что нас пытается оскорбить или мы оскорбляемся на самом деле. Нас оскорбляет чья-то гордыня. То есть кто-то гордый, надменный, как те же книжники смотрят на этих эмхарыц галилеян и они говорят «Хто вот эти ничтожные агроматикас идиотикас, неграмотные идиоты». И вот когда мы воспринимаем этот взгляд на себя глазами через эту гордыню, мы этим оскорбляемся. Но поэт этот говорит, напрасно хулители мнят оскорбить нас своей гордыней. То есть мы на это не ведемся. Мы не смотрим на себя их глазами. пускай для них мы ничто. Группа каких-то маргиналов, ничего не представляющих, без таких явных атрибутов власти, денег, политических связей, каких-то. Но в нас есть некая другая сила. Вот это сила царства, сила новой природы, которая не пользуется старыми инструментами. Потому что можно же пробовать строить царство старыми инструментами, связями, тому занес, тому поднес, там приплатил. И вот у тебя и здание хорошее, вот у тебя и реклама на телевидении, вот у тебя и свечной заводик, и приходик. Но какой ценой это все? как бы вот то есть и концовка этого стихотворения здесь тоже очень важная. Идти по течению против плыть по течению легко. это более легкая жизнь, то, что Иисус говорил, что не идите таким широким путем. Он просторный, много вариантов, как Броски когда-то писал, про путь, усеянный компромиссами. Вот этот путь, он не сложный, идите более сложным путем. против течения идти очень сложно. И рано или поздно жизнь под постоянным давлением этого течения на тебя, как внутреннего, то есть вот это давление вот этой старой природы, старого уклада жизни, так и всего этого мира, который течет своим течением. то есть жить под этим постоянным давлением очень сложно. И рано или поздно я думаю, что любой человек он сдается. Помнишь, как Макаревич пел, он пробовал на прочность этот мир каждый день, ну помнишь, мир оказался прочней. То есть оказываются в нас самих недостаточно этой силы. Те люди, которые этого не поняли еще, они просто никогда этого не пробовали. Те, кто уверен в себе, мы примем решение, мы возьмем волю в кулак, они просто никогда не пробовали идти против течения долга. То есть все их попытки, они были такие судорожные, знаешь, шаг вперед, два назад, как говорится. На самом деле такая постновка шаг вперед, два назад не приближает нас, а с каждым разом отдаляет. А если ты пытаешься долго, упорно идти против течения, рано или поздно ты очень устаешь. И, знаешь, возникает мысль, неужели это та радостная и прекрасная жизнь, обещанная нам мессией. Придите ко мне, труждающиеся и беремененные, вы найдете покой для вашей души. Но это постоянное движение против течения, борьба против всего, антипа, когда ты, стиснув кулаки, стиснув зубы, идешь против течения, сохраняешь верность, рано или поздно жизнь превращается в очень такую, как бы я бы не назвал это той жизнью, которая обещана, вот честно скажу, потому что может быть проблема в том, чтобы не идти против течения, а создать течение встречное против течения, когда вот это безбожное течение сталкивается с другим течением, которое изменяет, то есть переворачивает течение жизни в обратном направлении, то есть вот это течение новой жизни, оно должно стать намного сильнее в нас, чтобы нас несло другое течение, иначе просто идти против привычного течения своей силы утомительно, и на самом деле не вижу я в этом ни смысла, ни радости, ничего, то есть нам нужно это на другое течение, и это не то, что мы можем произвести своими собственными силами, то есть нам нужно вот это течение, то, что мы называем, не знаю, движение духа, как бы это не назвать, да, помнишь, у Исаиис говорится, пастор Олег любит приводить этот пример касательно, что туда не зайдет ни одно весельное судно, то есть туда как бы не загребешь на веслах, только под парусом можно, да, когда тебя движет ветер, когда тебя движет руах, и мне кажется, что это очень сильно важно сейчас, потому что давление темноты, оно увеличивается, нам очень сильно нужно это встречное течение, и поэт этот пишет, мы же воздвигнем, понятно, что он хороший поэт, но недостаточно возможно глубокий духовный практик, то есть мы не можем воздвигнуть это течение, оно на самом деле есть, и оно должно раскрыться в еще большей силе от Бога в нашей жизни, и естественно мы как церковь, вместо того, чтобы, как церковь Христа, как его тело, вместо того, чтобы бросать вокруг себя косые взгляды, должны предоставить этому миру альтернативное течение, намного превосходящее вот это обычное течение этого мира, то есть должна прийти эта сила, реальная сила духа, которая перевернет течение нашей жизни и перевернет течение этого мира, может быть это и есть то пробуждение, о котором мы молимся, которое мы ожидаем, вот это встречное течение, но это что-то 100% больше, чем наши человеческие усилия и старания, хотя они конечно должны присутствовать. Я думаю, что есть над чем поразмышлять, каждому из нас в этом отношении и ловя Божьи течения противостоять тем негативным течениям, которым пытается этот мир и плоть пытается его лично. хорошо, давай на этом закончим, тогда до новой встречи, было приятно пообщаться, рыбаля, шабад шабу, хорошей недели, с Богом.